Жёсткий безвиз между Турцией и США. Вашингтон прекратил выдачу виз с турецким гражданам. А на кара сделала то же самое в отношении американцев. В связи с чем такие меры и к чему они могут привести, разбирался Дмитрий Анопченко. Консульства Турции в Вашингтоне посетителей сегодня нет, ведь американцам больше не выдают визы. Для граждан США заблокировали и систему в интернете, которая позволяла получить электронное разрешение на въезд. И если у американцев, у которых уже и гостиницы, и билеты в Турции выкуплены, всё-таки ещё остаётся последний шанс попасть туда на отдых, это прямо в аэропорту, на границе в паспорт марочку получить, то для самих турков всё намного серьёзнее. Дипломатические представительства Соединённых Штатов по всей стране прекратили и приём, и выдачу документов. Это значит ни на новую визу не податься, ни готовый паспорт не забрать. До взаимных ограничений дошло после того, как в Стамбуле арестовали сотрудника американского консульства. И пресса написала о готовящемся задержании второго. Обвинение, шпионаж, подрыв строя и попытка свергнуть правительство. Стандартный в последнее время набор, когда за решётку отправляют сотни людей, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного проповедника Гюлена. По официальной версии, именно он стоял за подготовкой неудавшегося военного переворота в июле 16-го. Но происходящее всё больше напоминает охоту на ведьм. Арест любого члена дипломатической миссии Соединённых Штатов, будь он даже не американский гражданин, а просто наёмный сотрудник, здесь, в Вашингтоне, всегда воспринимают как вызов всему государству. Именно поэтому дипломаты делятся. Госсекретарь Тиллерсон лично принял решение. Мол, если с нами так поступают, ну что ж, давайте в ответ будем жёсткими. Прекратим работу. О своём решении американцы сообщили в Твиттере. Всего пять коротких безэмоциональных строчек. И там же в Твиттере получили реакцию, мол, мы тоже вам визы не дадим. Причём понятие «зеркальный ответ» турецкие дипломаты поняли буквально. В ответном месседже они полностью скопировали текст американского посольства, заменив только название стран. Но допустили при этом три грамматические ошибки, три лишние артикля поставили. За что их тут же высмеяли в соцсетях. Однако конфликт между двумя странами из-за этого теперь уже не виртуальный. Если в обеих столицах не сбавят обороты, может дойти и до взаимной высылки дипломатов, и до других ограничений. Что в отношениях с Россией было предсказуемо, а в случае с давним партнёром Турцией довольно неожиданный поворот событий. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер».